Я надеюсь, что увидели мой предыдущий видеоролик по Black Rush, иначе вы, знаете ли, рискуете многое не понять. Ладно, кого я обманываю? На самом деле, всё зато можно понять. Просто посмотрите предыдущие видеоролики, я более чем уверен, что они набрали очень мало просмотров. И поэтому я считаю, что их нужно посмотреть абсолютно точно всем людям, которые вообще проживают на всей вот этой вот нашей планете Земля. И, возможно, даже не только, то есть, возможно, ещё и в России нужно людям... То есть, я думаю, вы сами со всем этим разберётесь, потому что сегодня у нас конфликты. Если честно, то мой предыдущий видеоролик с конфликтом, там, Роман Виндет и всё прочее, то есть, он не набрал просмотров почему-то вот вообще. Хотя конфликт был ожесточённый, конфликт был такой, знаете ли, нормальный, правильный, крутой. Но почему-то, к большому сожалению, вот ничего не получилось, никакого конфликта и ничего. То есть, как-то человек не забатился, видимо, зассал, видимо, он такой, знаете ли, как сказать, цикло ебаное, которое там сидит, вот что-то там может, 9 мая, то есть всё, вот это вот там превьюшки отдавать для того, чтобы ему там волосы покрасили контурным цветом. А всё остальное он не может, к сожалению. Да, иногда бывает вот, знаете ли, и такое, и сякое, и пятое, и десятое, и восемьдесят пятое, так же бывает. Однако, ладно, давайте перейдём к самому видеоролику и посмотрим вообще, что там такое было, где, что, как, откуда, почему, зачем и для чего всё нам это надо. В своём видео немало известный ютубер Текс, почему-то его называют Текс, хотя это же Текс, получается, довольно негативно высказался о Black Rush. Ютубер уже более года сотрудничает с проект, который вам не нужно знать, и вообще никому не нужно знать, вообще те, кто знают, те знают, те, кто не знают. Ну, иногда бывает такое, что вы тоже не знаете, где, возможно, будет снимать и с мобильного устройства после релиза мобильной версии. А что думаете вы, то есть, вот на том проекте, про который вот я не буду вам его называть, не буду вам его говорить, если вы знаете, то вы знаете, если вы не знаете, то вы, разумеется, не знаете. То есть, я думаю, что всё это вам должно быть понятно. И, скорее всего, он там тоже будет снимать на своей вот этой вот мобильной версии, на всех прочих вот этих вот всех версиях и так далее. То есть, ну, я не знаю, что там будет, потому что вот эту вот всю мобильную версию, про которую идёт речь, её обещают уже там сколько, год, наверное, или около того, и всё, она никак не выходит. все какие-то там новые вот эти вот сообщения появляются, все какие-то вот эти вот новые видосы с миллионами, с миллиардами просмотров появляются и так далее. По самому видосу он там идет сколько, секунд 12, может 13, 14, 15, как сториз, в общем, там в чем дело, он проезжает на машине, проезжает мимо кладбища и там говорит, мол, то, что да, там вот на этом кладбище захоронено как бы, ну, Black Rush и все, и вот. И из всей вот этой вот неудачной, как лично мне кажется, шутки, хотя мне ли судить удачная, неудачная шутка, если кто-то посмеялся, наверное, шутка все-таки удачная, если никто не посмеялся, если смешно только одному таксу, ну, эта шутка и не перестает быть, как лично я думаю. Но опять-таки, Life Mobile, мобильный блогер и все вот эти вот остальные издания, которые принадлежат одному человеку, кроме Злобину, они почему-то вот таким вот подобным образом, в общем-то, ну, делают свои вот эти вот все желтые какие-то новости, желтая вся вот эта вот пресса, желтые все вот эти вот прочие вещи. То есть, я не знаю, для чего они все это делают, я не знаю вообще по каким причинам, для чего, как, откуда, зачем. То есть, просто натянуть саму ногу, я сейчас, наверное, звучу, как, знаете, как Данте или как, возможно, там какой-нибудь, я не знаю, Брулев Плей, когда вот они говорили обо мне, ну, тут реально, тут просто ничего нет. То есть, просто человек проехался, это шутка, я такой шутки, я такие шутки могу отпускать, я там, не знаю, 20 раз за ролик и чё, и почему-то это не публикуют, почему-то не постят, почему это не постят, почему это не публикуют, это уже нужно, знаете ли, к моему любимому Ромке Злобину обратиться, который на самом деле очень странный человек и непонятно вообще, что у него в голове творится. То есть, кого-то он там банит, кого-то он там разбанивает, кому-то он там возвращает деньги после того, как реклама не была сделана, но по итогу человека потом все равно банит, или там какие-то вот эти вот еще свои гейминг-фриланс вещи. То есть, у Ромы Злобина у него много вообще всех вот этих вот новостных изданий, всех прочих вещей, связанных с GTA-сампом, с GTA-крэмпой, и там как-то вот со всеми вот этими новостями, со всеми вот этими банами-разбанами, там очень сложно. И лучше во все эти, знаете ли, дебри Ромы Злобина, и то вообще, что у него в башке творится в последнее время, и вообще не только в последнее время, а уже достаточно давно вспомнить только вот ту ситуацию с Джимми. Если вы ее не видели, то на моем канале, по-моему, есть плейлист отдельный, кажется, мы стали забывать, нет, не по-моему, а он точно есть. Вы можете туда зайти, там все это посмотреть, там все это рассмотреть и так далее сделать. В общем-то, там ознакомиться со всеми вещами, которые мы, кажется, стали забывать. А вообще, я играл, снимал и рассказывал про проект Black Rush, и еще про Текса рассказывал, но на него, разумеется, ссылочки и всего прочего не будет. Поэтому вот, как бы, ссылка на скачивание Black Rush, она находится в описании данного видеоролика. Там же находится мой никнейм, Данила КПРФ, там же находится мой промокод, хэштег ZDC, там же находятся все прочие вещи, и вообще много всего там еще находится. Всем спасибо за то, что посмотрели данный видеоролик, как бы, хэштег Текса, не говори плохо про Black Rush, и все прочие хэштеги, они, разумеется, в моде. Вы можете их, так знаете, публиковать, постить, и вообще цитаты прочее делать. Поэтому всем спасибо, кто тут был, кого тут не было, и так далее. Всем пока, и, разумеется, до свидания со всеми вот этими вот вещами. Всем пока, и до скорых новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok